Девушки отдыхают Так, приплыли Неужели все это родилось? Нет Асю этим уже не вернешь Ну вот тогда Зачем ты собираешься уступать шантажисту? Рисковать Не знаю, репутацией, свободой Ради чего? Ну или ради кого? Ради убитого брата И ради истины, извини за пафос Я не верю в виновность Ивана и ты Насколько я помню тоже Ну допустим Это означает только одно Что настоящий убийца До сих пор разгуливает на свободе Но дело даже не в этом Невинный человек не должен пострадать Нет, мой дорогой В такие игры я не играю Даже ради старой дружбы? Я никому и никогда не давала взяток И тебе не советую А если это единственный шанс? Исчезни А я думала, это был чпок Маш, очнись Да Да этот чпок Он как зовут-то тебя давно забыл Мам Ну почему ты так плохо о нем думаешь? Ну Если этот Клоун Перестал морочить тебе голову Разве это плохо? Ты думаешь, он морочил мне голову? Маша Ты сама посуди Сколько времени Он мне появлялся Перед нашим отъездом И вообще Разве не из-за этого тебе стало хуже? Маша Да, конечно Послушай Ну-ка Ну-ка давай Как мы договаривались Смотрим правде В глаза, да? Смотрим, смотрим И Ну Ну раз он так Исчез Ну ты, пожалуйста, тоже Выкинь его из головы Выкинь И чем скорее, тем лучше Ну и не получается Ничего-ничего Мил мое Получится, получится Верь мне Верь Верь мне Извините, я хочу уточнить У вас тут написано Устранить соперницу Это серьезно? Вы правда можете оказать Такую услугу? Да, я могу Могу завтра в 11 Хорошо Да, я знаю, что это не дешевое удовольствие Но на это деньги у меня есть Отгорел фейерверк Перестало вертеться Шутихо Блеск одежд Карнавальных Обернулся унылым тряпьем Опустел балакан И на рыночной площади Тихой То, что было Театром Становится нашим жильем Не быть для тебя Ни волшебной звездой Ни богиней Я твой друг Орлики Потому и доводится мне Быть гораздо умней Чем положено быть Колумбине И гораздо добрей Чем положено просто Жить Я до смерти с тобой Поделю и очаг и подмостки Если занавес Поднят Я буду смеяться и петь И следить Чтоб завистник В той игре Не подсыпал И звездки И любить Тебя так Как никто Не сумеет Посметь И любить Тебя так Как никто Не сумеет Посметь Это не шанс Подумай головой Он что Напишет тебе квитанцию Что отпустит рябину Или ты готов подлецу поверить на слово Господи А другие-то как Другие-то дают Дают И садятся И вообще Это такая грязь Да, я согласен с тобой Это грязно Черт Хорошо, ты меня убедила Точно? Глупости я не наделаю Ну пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну что веник Сколько может стоить Моя квартира Проходите, Галина Не бойтесь Присаживайтесь Что ж, вижу вы пришли ко мне Не из праздного любопытства Я возьмусь работать с вами Спасибо Впредь, пожалуйста Будьте так же пунктуальны Как сегодня Я никогда не опаздываю Галь Галь Вы же сами знаете Что это не так Значит Договорились Вы не пытаетесь Мне врать Все равно не получится И всегда приходите Вовремя У меня Очень много клиентов И мне бы не хотелось Чтобы они пересекались Мои услуги Носят Очень интимный характер И пусть это останется Маленькой Личной тайной Каждого клиента Хорошо Вас что-то удивляет? Да, я Я как-то по-другому Это все представляла Вы ожидали увидеть Летучих мушей И черных котов Может быть Волшебное зелье в котле И ступость по мелому Да Что-то вроде того Я не занимаюсь Дешевыми фокусами У меня серьезная практика Скажите А как вы нашли Мое объявление? Случайно попалось Я уронила газету И оно Бросилось мне в глаза Это не случайность Вы нашли меня Потому что в этом была Острая необходимость Магия уже начала работать Когда вы увидели газету Правда? Правда Так что Успокойтесь И продолжайте доверять Своей интуиции Вы оказались В нужное время В нужном месте Ну а теперь Рассказывайте Ну Рая Что тебе покой Опять не дает Да ты будешь смеяться Видимо опять карты Современная женщина Живешь в двадцать первом веке Тебе говорил не поймешь Хорошо Я готов понять все что угодно Только не обижайся Тогда для начала Пойми что карты не врут Хорошо Карты не врут Тогда Кто эта женщина Кто эта дама Трев Которая Асю угрожает Прям так и угрожает Да В каком смысле Зла ей желает Извести ее хочет Со свету жить А в современном варианте Это что может быть? Это что ты меня мучаешь Под машину толкнуть Ну ладно Надо же подготовиться Ко всем этим Неприятностям Как мы это поймем? Вот так вот Везде могут быть опасности Понимаешь? Потом она не сама может Сделать что-то А навести Как это навести? Порча болезни из глаз Вот так человек идет По лестнице Раз Ногу подвернул И свалился Ты кого-то имеешь? Ввиду цирковых? Нет, нет Ты что? Нет, цирковые Вряд ли Я думаю Может Виктория Это женщина Павел Константинович Павел Константинович Вы узнаете меня? Ты И я Павел Константинович Наконец Наконец Я сейчас же Я сейчас же вызову Викторию Андреевну Вы 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 Не хотите Не хотите Чтобы я вызвал Вашу супругу? Хорошо Я понял Я понял Павел Константинович А сына? И сына тоже, да? Павел Константинович Скажите Вы вообще Кого-то Хотите Видеть? Никого Не хотите? Хорошо 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 Я Как скажете Павел Константинович Ну можно мне хотя бы Хотя бы Проинформировать Ваших близких Что вы пришли в себя Павел Константинович Ну можно Я их обрадую Они так за вас переживали Нет Павел Константинович Я Я правильно вас понял Вы Вы хотите Чтобы об этом Никто не знал И Я не должен Говорить О том Что вы пришли в себя Хорошо Павел Константинович Хорошо Извините Я просто не знаю С чего начать Тогда давайте Я вам расскажу Итак Вы замужем Но у вас есть соперница Вы старались Как могли заставить Мужа забыть ее Но ничего не выходит Все равно Ваш муж любит ее Это так? Да Как вы узнали? Я же говорила От меня трудно Что-то скрыть Скажите Галина От чего Конкретно Вы от меня Ждете Ну как В объявлении Было написано Устранить соперницу Вы ведь Это можете? Я сознательно Выбрал Такую Обтекаемую Формулировку Ведь каждый Трактует ее На свой лад Мне важно Чтобы вы Сами Для себя Точно Определили Своё желание Скажите Скажите Чего вы хотите Больше всего Чтобы муж Больше не думал О ней Чтобы любил Только меня Знаете Он Иногда говорил Ну не то Чтобы любит меня А Он был с вами Ласков Нежин Да Да Мне казалось Что мы могли бы Быть счастливы Если бы не она Угу Он постоянно Начинал о ней думать И это превращалось В какую-то болезнь Иными словами Вы хотите Вернуть мужа Я хочу Чтобы он был Только со мной Вернуть мужа Любой ценой Да Подождите А что это значит Любой ценой Вы на всё готовы Ради того Чтобы Ваш муж Был только с вами Саша Привет Привет Ты случайно Телефонный справочник Не видел? Нет А Что ты хочешь? Чёрт Да куда он подевался Я же его недавно видел Зачем он тебе так срочно Кому-то звонить собрался Потом расскажу Ярик Я тебя тут Кстати спросить хотела Насчёт Ивана Ты ему Помогать ещё собираешься? Или? Собираюсь Телефонный справочник Мне как раз для этого и нужен Я продаю квартиру Светика Ты с ума сошёл? Зачем? Я звонил уже в риэлторское агентство Узнал цену Теперь мне нужен телефонный справочник Хочу позвонить в банк Мне нужно как можно быстрее оформить сделку Нет, ты вообще толком объяснить можешь Зачем именно продавать квартиру? Следователю и взятку дать Такую сумму А свобода человека по-твоему сколько стоит? Нет, ну это да Неужели нельзя без взятки как-то? Нельзя А адвокат что по этому поводу говорит? Это отдельная история Адвокат против и кстати от неё это большой секрет Договорились? Ярик, ну помогать людям надо, да Ну и до такой же степень Степень, Саша, всегда одна Или Иван сядет, или я ему помогу А ты знаешь, что за отдачу взятки тоже можно сесть Значит, я буду сидеть вместе с ним А ты уверен, что следователи возьмут взятку? Вот Ну и что вы там видите? Вижу человека импульсивного Решительного Но поддающегося чужому влиянию Да Его уговорить расплюнуть Ну а на короткое время Потом опять начинаются сюрпризы Да? Верно Он честный Я бы даже сказала Кристально честный Во всех своих бедах обвиняет себя самого Поэтому склонен к саморазрушению Это точно Прямо Трагический герой какой-то Да Трудновато с ним будет Но вы мне поможете? Я же сказала, что возьмусь работать с вами Значит, уверена в результате Знаете, мне Просто больше не на кого надеяться Правильно надеетесь А фотографию соперницы вы тоже принесли? Ну конечно, вот Так вот она какая Наша красавица Ась, ты куда? За вещами За какими вещами? Мама, ну должна же я забрать у Федотовых свои вещи О господи Там одежда, мелочи всякие Ась, а может бог с ними, а? Мам Во-первых, мы с тобой не такие богатые Потом Я не хочу, чтобы в чужом доме оставались мои вещи Мне неприятно Ладно Может цирковых послать? Зачем? Не хочется, чтобы ты лишний раз туда ездил Ничего страшного И потом не лишний, а последний Разговоры начнутся, ты расстроишься Ась, хочешь на худых конец, я съезжу? Мама Мам Ты что, ты не договариваешь? Ты боишься, что я там останусь? Нет Наоборот Там Что, мам? Ась, я не хотела тебе говорить Карта мне рассказали, что Тебе грозит опасность от какой-то дамы В доме Федотова? Я не знаю Но я боюсь, как бы этой дамой не была Виктория Не волнуйся Виктория все, что могла мне сделать плохого, уже сделала Ладно, пока Да, пожалуйста Добрый день, не помешал? Ба Да это все знакомые мне лица Чем обязан? А вы позволите? Братья богу, присаживайтесь Вот только ума не приложу Что вас привело сюда на этот раз? Я обдумал ваше предложение Мое предложение? Вы меня ни с кем не путаете, господин Романов? Нет, господин следователь, я вас ни с кем не путаю Что-то не припомню, чтобы я вам делал какое-либо предложение Точно не помните? Убей бог Ну что ж Тогда прошу меня простить, видимо я вас неправильно понял Извините Да, вам В больницу Срочно Хорошо, я сейчас приеду До встречи Еще раз прошу меня извинить Извините за беспокойство Святослав Алексеевич, постойте Вы знаете, я вот подумал Вероятно нам есть с вами что обсудить Вот как? Да Но только не здесь, а где-нибудь на нейтральной территории Вы не против? Как вам будет угодно Я вам позвоню ближе к вечеру Хорошо, я в вашем распоряжении Судя по всему, нам больше придется работать не с мужем, а с соперницей Ну хорошо, как скажете Видите ли, существует ритуал, позволяющий извести человека на расстоянии Вас не шокирует, что я называю вещи своими именами? Нет Называйте Нужно, чтобы ваше намерение было твердым Оно твердое Нужно, чтобы вы очень сильно ненавидели эту женщину Потому что в этом ритуале необходимо ваше личное участие Мое? Какое? Об этом после, но должна вас предупредить Это скажется и на вас Вот об этом я прошу поподробнее Мне нужно это знать Желая зла другому человеку, вы портите свою собственную карму И в следующих реинкарнациях вам предстоит искупать этот грех Господи, значит все-таки эти реанкар... Реанкарнации существуют? Это вопрос с точки зрения Для меня очевидно, что существуют Вы можете думать иначе, мое дело предупредить Поэтому я и спрашиваю, вы готовы? Я готова К ритуалу К ритуалу, который Изводит человека на расстоянии Ну да, 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 я готова Спасибо, что приехал, сынок Вот и хорошо Я попросила тебя прийти Потому что вы с Павлом самые близкие для меня люди Неважно, что он в таком состоянии Я почему-то... Я думаю, что он меня слышит Что ты придумала, мама? Что твоя мать может задумать что-нибудь только плохое? Нет, конечно, прости Просто в последнее время все... Все сюрпризы, которые меня подстерегают, они... Они какие-то печальные Да, я знаю В общем, я хотела сказать вам, что Я хочу уйти в монастырь Мам, ну что ты такое говоришь? И не спорь со мной, пожалуйста, Ярик Не спорь Я буду молиться за Светика и за всех нас грешных Но ты же никогда не была такой религиозной Да Но все по-разному приходят к Богу Кто знает, может быть, и ты когда-нибудь... Уйду в монастырь? Ну хорошо, мама Вот только с делами здесь разберусь и сразу Ты напрасно смеешься Я же никого не уговариваю и не спорю Просто мое место там А здесь я уже не нужна Мам, хорошо, я... Я могу это понять, а... Как же Павел? Павел единственный, кто меня здесь удерживает Удерживает от этого шага Я бы, наверное, это уже сделала А если он? И если он вдруг, не дай Бог Уйдет? Ну что ж Я провожу его И пойду к матушке-ягумене Вы уверены, что готовы? Вы действительно этого хотите? Да Действительно Вот как только взглянула на эту фотографию Поняли, что ненавидите эту женщину Ненавижу И Бог с этими, Ириан Карнациями И пусть там что-то придется искупать Просто очень хочу, чтобы не было этой женщины в нашей с Иваном жизни Ну хорошо Тогда нам нужно прямо сейчас произвести несколько действий Мне? Галина, мне казалось, вы все поняли Вы непосредственно участвуете в этом ритуале Да, 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 извините Вы уже вовлечены И, знаете, с вами будут происходить некоторые изменения О, Господи Ну, Бога-то я бы здесь особенно не упоминала Так вот изменения Но не стоит этого пугаться Это нормально А что мне нужно делать? Сейчас увидите Возьмите эти иголки Ну, смелее Ну и Что дальше? Вы возьмете их с собой И ночью Воткнете в косяк двери той комнаты Где спит эта девушка Косяк? А куда там справа, сбоку, слева? Это как получится Но главное Главное перед этим Посмотритесь в зеркало А в зеркале должно отражаться Пламя свечи Здравствуйте, Анюта Ну, здравствуй, здравствуй Можно мне пройти, да? Ну, проходи, раз пришла Только дома никого нет А мне никто не нужен Я пришла за своими вещами Вон оно что Значит, все-таки Решила насовсем уйти Да Так можно мне пройти В мою комнату? Ушла, говоришь В мою комнату Я оговорилась Так я пройду? Ну, иди, конечно Только смотри Не перепутай там ничего Как вам не стыдно? Можете проверить потом Больно надо Уйти решила Ну, скатертью дорога Субтитры делал DimaTorzok Ты все мне? Нет Нет Дайте вашу руку Те иголки можете убрать Давайте руку смели Субтитры делал DimaTorzok Орел, овцы, волк пришел Орел, овцы, волк пришел Орел, овцы, волк пришел Орел, овцы, волк пришел Возьмите А что с ней делать? Возьмите фотографию. Вы кого хотите извести? Мужа? Нет ее. Я хочу проверить серьезность ваших намерений. Если вы действительно готовы, кольните фотографию иголкой. Куда? Куда не жалко. Так, нормально? Посмотрим. Если ваши намерения серьезны, магия подействует. Как она могла? Неужели она действительно подумала, что я могу взять чужие вещи? Так, ручка и бумага. Черт. Черт. Ася, Асенька, слава богу! Ну, как хорошо, что ты пришла. Я пришла, чтобы забрать вещи. Ася, послушай. Я не хочу ничего слушать, Слава. Не подходи ко мне, пожалуйста. Я сейчас уйду. Асенька, это ошибка. Я тебе говорю, это ошибка. Если ты сейчас уйдешь, мы оба совершим ошибку. Нет, Слава, я уже совершила все возможные ошибки. И мне жизни не хватит, чтобы их исправить. Асенька, перестань. Ты добрый, хороший, честный человек. Ну, ты просто не представляешь, что происходит. Я все представляю, Слава. Прекрасно. Я просто хочу уйти из этого ужасного дома. Оставь меня в покое, пожалуйста. Ась, постой. Не трогай меня. Да пусти, я сказала. Ася, где ты так поранилась? Отпусти меня. Ася, давай перевяжем. Будет плохо, если попадет грязь. Ася. Отпусти. Ради бога слова. Отпусти меня отсюда, а. Если в тебе есть еще хоть что-нибудь человеческое. Я хочу уйти отсюда. Ася. Ася, подожди. Не трогай. Все, что тебе нужно, Слава, лежит на столе. Я Романова Анастасия Степановна по девичьей фамилии Соколовская отказываюсь от любых форм наследства, которые полагаются мне согласно завещанию Федотова Павла Константиновича. Что-то мне нехорошо стало, сынок. Здесь я просто задыхаюсь. Все давит, душит. Наверное, надо мне поскорее в монастырь ехать. Только там я себя хорошо чувствую. Говорят, сегодня какие-то магнитные бури. Ладно, мам, я тогда попозже зайду, хорошо? А что это у тебя? Это Ася написала. Она сегодня приходила вещи собирать и оставила на столе листок бумаги. И что там? В общем, она пишет, что она отказывается от наследства. Что? Видишь, Ален, я карты раскинула и вышло, что Асе грозит опасность от какой-то черной дамы. Рай, ты знаешь сама, в магнитной буре карты врут. Так я вчера еще гадала. А вчера? Вчера тоже магнитная буря была. Ну, она же как зарядь на несколько дней. Ну да. А если правда? Вот я ей ломаю голову. Кто же эта дама? Рая, ты голубь не ломай. Сама же говоришь, что она у тебя уже вон, разболелась. Добрый день всем. Привет. Ася! Чего? Что у тебя с рукой? Да ерунда, поранилась случайно. Где? Да говорю же, ерунда. Так. Ну-ка, покажи руку. Гай, тут показывать нечего. Ранка пустяковая совершенно. Сейчас пришла, перевязала, как смогла. Да что вы все так разводновались-то, а? Господи, а ведь именно этого я и добивалась. Добилась. Добилась. Только знаешь, ничего этого мне уже не нужно. Ничего. Я хочу только одного, чтобы ты был счастлив. Этого, видимо, никогда уже не будет. Послушай меня, Ярик, ты верни ее. Поговори с ней. Скажи, что нам не нужно никакого наследства, что все изменилось. Объясни ей. Поздно, мам. Она мне теперь никогда в жизни не поверит. Что я на тварь? Извини, мама. Да. Да, я слушаю. Когда? В кафе? Хорошо договорились. Прости меня. Черт. Да, я слушаю. Галина, это Марта. Ну что, подействовала магия? Откуда вы знаете? Вы уже задавали мне этот вопрос. Я уже на него отвечала. Итак, теперь вы мне верите? Верю, но я ничего не понимаю. А это и не нужно. Слушайте меня. Завтра же вы должны добыть мне кровь и волосы этой девушки. Волосы и кровь? Ну как? Слушайте себя и не теряйте решимости. Вами уже руководят определенные силы, просто доверьтесь им. Хорошо, а сколько нужно? Литра крови мне не нужна, капли будет достаточно. И пару волосков. Да, Галина, и не затягивайте с иголками. Идите, уже пора. И осторожнее со свечой. У вас дрожат руки. Откуда вы? Вел Константинович. К вам сегодня приходила ваша жена и сын. Вы их слышали? Я так и думал. Антон. Павел Константинович. Вы можете говорить? Кажется, могу. Это же сенсация. Я просто обязан сейчас сообщить об этом вашим близким. Нет. Что? Вы по-прежнему не хотите, чтобы они знали? Нет. Так. Так, я понял, Павел Константинович. Вы хотите основательно прийти в себя, чтобы сделать им сюрприз. Не сейчас. Павел Константинович, ну на это уйдет много времени. А вы прекрасно говорите, но они должны об этом знать. Ну, Павел Константинович... Антон, не спорь со мной. Ну, почему, Павел Константинович? Ты что, не понимаешь, что мне сейчас трудно с тобой спорить? Простите, Павел Константинович, простите. Я... Я все понял, да? Я все понял. Ты должен... Сейчас... Должен... Что? Должен сделать то, что я тебя попрошу. Добрый вечер. Простите, дела задержали. А вы неважно выглядите, Святослав Алексеевич. Говорит, сегодня магнитная буря? Да, я слышал. Вы знаете, я вот все думаю. Это действительно имеет какое-то значение? Или нам лапшу на уши вешают? Я думаю, такие вещи зависят от точки зрения. Хе-хе-хе. Да, это верно. А вы умный человек, Святослав Алексеевич. Да. Жаль, что мы так мало с вами общались. Мало? Ну, так ведь все на одну и ту же тему и довольно скучную, замечу. Неужели нам, двум интеллигентным людям, не о чем поговорить? Мы будем что-нибудь заказывать? Пока не знаю. Лучше расскажите, как здоровье вашего батюшки. Пока без перемен. Да. Должно быть это очень ужасно, когда умный, талантливый, полный сил человек превращается в беспомощного инвалида. Ничего, что я говорю прямо вот так вот, в открытую? Ничего. Только я предпочел бы вот так вот прямо в открытую поговорить о другом. О нашем. О скучном. Да. Ну, хорошо, я вас слушаю. Если я вас правильно понял, вы готовы помочь Рябинову избежать наказания? Продолжайте, продолжайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Господи, что это? А ты тут что делаешь? Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова